В этом году 100-летний юбилей отмечает профсоюз работников агропромышленного комплекса. Организация существует уже целый век, а ее цели и задачи остаются неизменными – обеспечение достойного уровня жизни трудящихся. В Славянске-на-Кубани прошло торжественное собрание, посвященное столетию образования профсоюза агропромышленного комплекса. В Славянское отделение профсоюза АПК входит 22 первичные профорганизации, в том числе две студенческих – сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов. Возглавляет районное отделение Анатолий Чумаков, который рассказал собравшимся об истории становления профсоюза, его целях и достижениях. Основная задача профсоюза – это защита социально-трудовых прав и интересов трудящихся. Ежегодно подводятся итоги трудового соревнования. На праздновании на районном дне урожая награждаются почетными грамотами районного, краевого, центрального, края СОПРОФА награждаются передовики производства. Также они награждаются нагрудными знаками Центрального комитета профсоюза ФНПР и края СОПРОФА. Профсоюз работников АПК участвует в разработке закона. Профсоюз стал инициатором закона о дополнительных львотах друженикам, проработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет. По закону каждому друженику, дополнительному пенсию, ушедшему на пенсию, проживающему в сельской местности, выплачивается дополнительная пенсия в размере 25%. Хочу сказать, что этот закон был принят где-то лет 10 назад, потом был заморожен. И по инициативе уже непосредственно представителя Центрального комитета Агабовой Натальи Николаевны, значит, этот закон был опять введен в действие, он сегодня действует. Со словами поздравления со знаменательной датой к членам профсоюза обратился глава Славинского района Роман Сенеговский, отметив, что профсоюз АПК вместе со страной прошел трудный, заслуживающий большого уважения путь и всегда успешно выполнял свою главную задачу – защищал права и интересы тружеников сельского хозяйства, принимал своевременные меры по обеспечению охраны труда и техники безопасности в сфере сельскохозяйственного производства. И хочу сказать спасибо, наверное, нашим профсоюзным организациям, что вы видите, главное, вы занимаетесь спорами какими-то, вы, наверное, являетесь проводником между человеком труда, работодателем и властью в целом, и работаете где-то и с нами, с органами местного соуправления. Поэтому хочу поздравить вас всех с праздником, пожелать мира, добра, благополучия, ну и быть начеку трудовых отношений и прославлять человека труда. Среди почетных гостей праздника был и председатель районного совета Григорий Литовко, который отметил важность и необходимость существования профсоюзной организации на территории района, благодаря которой в тесном взаимодействии с властью решаются многие социально значимые вопросы. Мы сегодня все делаем для того, чтобы в нашем районе профсоюзное движение было сохранено, развивалось. Мы стараемся с Анатолием Петровичем тесно взаимодействовать всегда и везде. Он частый участник сессий, в законодательной инициативе всегда принимает участие, отстаивает интересы агропромышленного комплекса на территории нашего Славянского района. Я уверен, так и будет. В конце встречи активистам и ветеранам Славянского районного профсоюза работников АПК были вручены почетные грамоты и памятные подарки. Анна Моностренко, Георгий Калинин. Программа «События».